Производство Компании Техномули Великолепная Италия Красоты моря и древняя история Живописные деревни и побережья Города, где сливаются прошлое и настоящее Нас ждет открытие уникального и многоликого острова От Бозы до Дюн-Пишинос Единственная частично судоходная река в Сардинии Протекает вдоль западного побережья К югу от Альгеру Беспокойная Тэму течет сквозь город Боза Среди разноцветных домов Под защитой древнего замка Малоспина По пути к морю Тэму проходит 55 километров И равнины сменяются гористым ландшафтом Бургасский лес Самый зеленый уголок Сардинии Замок Бургас был построен здесь 900 лет назад Веками за него и окрестной землей Велись ожесточенные битвы Плотность населения тут меньше 30 человек на квадратный километр Символами Сардинии служат не только пробка И древнейшие поселения Снураги Лицо Сардинии это творение ее уроженцев Таких как Грация де Леде Писательница из Нуора Городок Нуора, где прошло детство Грация де Леде Продил многих деятелей искусства Сардинии За это он даже получил прозвище Сардинские Афины Музей де Леде показывает жизнь писательницы Которая покинула маленький Нуора в 1900 году Много позже она была удостоена Нобелевской премии по литературе Помимо экспонатов связанных с ее литературной славой А в музее можно найти любопытные сведения о жизни общества В котором де Леде выросла и которая писала в своих новеллах Уделив особое внимание Нуора На Сардинии Предстающей перед нами в произведениях Грация де Леде Действует слот архаичных жизненных правил Но находится место и страстям Изменяющим человеческую судьбу Старое и новое перемешалось в местной культуре Начиная с литературы и заканчивая ремеслами Ткачеством и ювелирным делом Суровость окружающего Нуора горного пейзажа С редкими дорогами и отвесными скалами Заставляет забыть, что там, за Супрамонте Реки сбегают к Терренскому морю И открывается прекрасный вид на залив Аразеи Скалы всегда служили защитой Девственной природы этого протяженного участка побережья Который нынче является национальным парком На 40 километров тянется бесконечная цепь высоких скал Под которыми приютились безлюдные пляжи Между Калаганоной и Санта-Мария-Новорезой Нет ни одного города Зато тут множество тайных тропинок, гротов и скалистых бухт Чтобы достичь их пешком или на лодке Можно вступить в царство нетронутой природы Если идти по реке Кустью Иногда можно наткнуться на пляж вроде Кала-Луна Утопающий в душистых средиземноморских кустарниках Сюлени-монахи нашли приют в здешних расщелинах Созданных ветром и водой Тут это животное зовут Боэ-Марино Морской бык И в честь него он называется Один из самых больших гротов в заливе Живописные окрестности пещеры Соперничают с удивительным миром ее глубин С надводными и подводными тысячелетними камнями Морское дно хранит и другие секреты Такие как немецкий военный транспорт КТ-12 Затонувший во время Второй мировой войны Можно подумать, что Сардиния испытывает своих гостей скалами Позволяя покорить себя только самым отважным Район Нора относится к области Барбаджа У этого названия римские корни Римляне называли варварскими эти неприступные земли Эта часть Сардинии дольше всего сопротивлялась завоеваниям И внедрению чужих правил Сохраняя исклонные ценности Эти культурные особенности отразились на облике Аргозова Вовсе не отрезанного от реалий окружающего мира Главная местная достопримечательность Настенные росписи Которые стали появляться с 1970-х годов Это настоящий манифест общественного сознания Местные высокогорья Не только препятствия на пути к морю Чтобы пересечь их Нам нужно побывать в суровых каменистых землях Куда нога человека почти не ступала Живописнейший национальный парк Джинардженту Простирается от самого берега до центральных районов острова Ущелье Гороппу Один из глубочайших каньонов Европы Четырехсотметровые стены из известняка Создают естественный коридор Судя по найденным множественным артефактам В древности здесь жили люди Предметам цивилизации нурадов Более трех тысяч лет Здесь, в гроте, на вершине горы Тискали Сохранились остатки доисторического поселения На востоке центральной Сардинии Горы Супрамонты переходят в массив Джинардженту Это одна из самых древних горных систем в Европе Тысячелетия эрозии придали им округлые формы Этот суровый, но притягательный ландшафт Включает и горные долины, и вершины, достигающие 1800 метров Национальный парк занимает 70 тысяч гектаров территории региона Однако природа здесь вполне способна защитить себя сама Животные и растения живут так, как если бы никаких городов не существовало Хотя горы Сардинии не превышают двухкилометровой высоты Недостаток ровного пространства привел к появлению автономных районов Границами которым служат горные цепи В Мармиле, практически в самом центре области Невозможно не обратить внимание на гунусовидный холм Где по-прежнему возвышаются руины крепости Лас-Пласос Неподалеку, в Барумине, можно увидеть развалины крупнейшего на острове Нурага Дворца возрастом 3,5 тысячи лет Нураги были и средоточием светской власти И культовыми центрами, как позже, замки и церкви Наше путешествие продолжается в Джестури На юго-восточном побережье Путь нам укажет река Флумендоза Вторая по длине на Сардинии после Тирсу В послевоенный период Ее русло было перегорожено двумя дамбами Все озера на острове рукотворные Они созданы относительно недавно для того, чтобы обеспечить Сардинию пресной водой И использовать энергию воды для производства электроэнергии Протяженность реки Флумендоза От гор Дженардженту до Тиренского моря 127 километров На ее пути и холмы, и равнины Судя по многочисленным излучинам Море уже недалеко Осмотр побережья мы начнем в области Сарабус Напротив Калабрийского побережья Пляжи с невероятно белым мелким песком Летом привлекает множество отдыхающих Однако на протяжении ряда столетий Из-за набегов варваров Здесь не было постоянных поселений Только дозорные башни Без-за набегов варваров Скоро варваров Забуды на теку Варваров Субтитры подогнал «Симон» Без-за набегов варваров Без-за набегов варваров Симон Варваров Дозорные башни Местные виды как будто созданы для открыток и путеводителей. Их часто используют, чтобы подчеркнуть красоту курортов Вилопутсу, Коста-Рей и Вилазимьюс. Ну и здесь можно почувствовать черты, типичные для всей Сардинии – соседства прошлого и настоящего. С гора открывается великолепная панорама побережья и переливающегося всеми красками моря. Во внутренних районах Сарбуса средиземноморская растительность соседствует с голыми гранитными скалами. Семь пиков, возвышающихся над горным массивом, называются Сетте-Фратели – Семь Братьев. Они расположены между Восточным побережьем и заливом Кальгери и достигают высоты в тысячу метров. Мыс Карбонара – восточная граница, охраняемая акваторией Широкого залива, на берегах которого была основана столица Сардинии. История Кальгерия началась в море. Финикийцы, занимаясь торговлей по всему Средиземноморью, избрали здешние берега своей базы. Емонцы XIX века намеревались добывать здесь соль. Но еще до них здесь побывали римляне, вандалы и византийцы, пизанцы и арагонцы. И все они оставили свой след в архитектурном облике города. Центр агломерации с населением более чем 400 тысяч человек – Кальгери, административная и культурная столица Сардинии. Собор, неоднократно перестраивавшийся за прошедшие века, был возведен пизанцами. Он стоит в квартале Костелло, центре старого города. В начале XX века на обликальере повлияло новое величественное сооружение. Бастион Сан-Реми элегантно заменил то, что оставалось от испанских стен. За укрепленными стенами лежит средневековые кальгери. Башни Сан-Панкрацио и Элефанты появились в историческом центре в XIV столетии. В последующие века городу стало тесно в крепостных стенах. А в начале прошлого века сюда еще переехала и городская администрация. Роль кальгери как культурной столицы связаны в первую очередь с оперным искусством. В концертах, оперных и театральных постановках на местной сцене нередко принимают участие именитые деятели международного театрального мира. В начале XX века кальгери был знаковым городом для итальянского театра. И сейчас он возвращает себе прежний статус в этой области. А на территории к западу от кальгери перед нами, как на сцене, разворачивается история острова. Геологическая история начинается с того момента, когда суша поднялась из воды в районе Сульчиса. Тысячелетиями насыпной перешейк соединял его с островом Сан-Антиоко. Здесь финикийцы основали древний город Сульчи. На отмелях Сан-Антиоко добывают морской шелк, отвердевший продукт жизнедеятельности двухстворчатых моллюсков, используемый в особом виде качества. Судьба этого ремесла целиком зависит от Кьяры Виго. Эта традиция передавалась из рук в руки. В нашем роду от бабушки к внучке в течение 20 поколений. Вещи из морского шелка нельзя продать или купить. Это не обычное шитье, а часть нашего наследия. Каждая вещь уникальна, ведь я единственная в мире, кто может их делать. Их наследуют молодые люди в Италии и по всему миру. Ткачество – древнее ремесло. Мне всю жизнь хотело, чтобы молодые люди узнали это особое чувство, когда кто-то на другом краю планеты шьет для тебя. Эхо финикийской цивилизации мы слышим в разваленных Некрополя. Финикийцы называли Сан-Пьетро островом Перепелятника. Единственный местный город Карлофорте построен в 18 веке, когда эту землю уступили группе лигурийцев из тунисской колонии. Археологические раскопки сочетаются здесь с современными земляными работами. Сочи сблагают полезными искафаемыми. Неподалеку от островов лежит город Карбония, построенный в 1930-е годы за несколько месяцев. В годы потрясений и войн местные угольные месторождения были главным источником топлива в Италии. Район Сульчес-Ильезиенто испещрен множеством шахт, которые сильно изменили окружающий пейзаж. Но запас ископаемых оказался небесконечен, и в последнее время эти постройки не более чем памятник прошлому богатству. В других местах скалами только любуются, а не вгрызаются в них. Например, массив Панди-Дзукера, белоснежные стены которого вздымаются на 133 метра над водой. Застывшее время обволакивает развалины зданий, сколь быстро построенных, столь стремительно брошенных. Они напоминают нам, что все меняется, и мало что достойно оставаться как есть. Сама природа неустанно меняет этот пейзаж. Широчайшую полосу песка с дюнами, настигающими 100-метровой высоты. Это пески Пишинос, природный рай Коста-Варде. Назвать это место пустыни было бы несправедливо. Дюны покрыты растительностью. Мистераль постоянно видоизменяет их форму. Дюны сохраняются в бесконечном преображении, как символ Сардинии и красоты, которая не знает границ. На русский язык фильм дублирован компанией Видеофильм ТВ. Продолжение следует...